Нас всех спрашивают, уважаемые зрители, как мы все относимся к открытому голосованию. Все говорят про тайное голосование. А не кажется ли нам всем, что лучше ввести нам открытое голосование и объявлять о том, за кого мы будем голосовать на выборах? Я вообще нифига не понял. А когда это предлагали ввести и кто? ЛДПР? Не ЛДПР? Это просто предложение на подумать. Вот такой вопрос. Обсуждите публичное и анонимное голосование. Я начал отвечать, потом понял, что я не хочу отвечать, пока ты не придешь. И сказал, что мы это отложим до твоего прихода. Да, вот как раз я специально подождал. Я надеюсь, Алексей, что мы с вами по одну сторону баррикад. И мы оба считаем открытое голосование бредом. Чтобы потом тебя журили на работе и говорили, что ты за КПРФ проголосовал, вместо того, чтобы за Единой России голос отнести. От этого никому лучше не станет, кроме Единой России. Значит, смотри, у меня позиция еще более кардинальная, радикальная. Я вообще сомневаюсь в этом институте. То есть я начал это рассказывать, но потом подумал, что тебе будет интересно знать мою точку зрения и, возможно, даже ее оспорить. Еще, блядь, как. Да, еще, блядь, как. Моя точка зрения стоит в том, что в нашей стране глубочайший правовой нигилизм и любой вид проведения выборов все равно сведется к профанации всегда. Кроме Москвы и, может быть, еще иных не очень маленьких городов, в которых можно будет добиться выяснения действительно, кто за кого голосовал. Но в основном вот этот правовой нигилизм, да, это вера русского человека в то, что все равно власть, ну, она вывернется и сделает так, как ей нужно. И что открытое, что закрытое, блядь, одна хуй разница, извиняюсь за мат. Ну, у нас, как мне кажется, вот немного отличается это в том плане, все эти выборы, вот, от Соединенных Штатов, например. Что там, наоборот, все это вывернуто на некую изнанку. То есть, по сути, ни там, ни там никто ничего не решает, но цирк абсолютно по-разному воспринимается. Мне кажется, нужно делать вид, чтобы воспринимали тебя. То есть, важно ведь, мне кажется, сделать впечатление, что от вашего решения что-то зависит. У нас, к сожалению, этого нету, такого. У нас не делают никаких видов, у нас просто говорят, вы все сраные говно. Да, я про то и говорю. А вот там есть вид, там есть уважение к человеку. Все говорят, у нас нечестные выборы, потому что у нас просто не умеют делать видимость честных выборов. Это правильно, я считаю, что да. Пять баллов, Юра, вот пять баллов. Спасибо. У нас не умеют делать видимость честных выборов. Вот я под этим подписываю. Если бы вы у меня в ЛАТИ преподавали, я бы, может, и не ливнул с программиста, так сказать. Но, в целом, я уже забыл о чем. Вот меня похвалили, и я растворился в любви к себе. Я думаю, что нам не делают даже вида, что от нашего решения зависит. А, да, да, да. А на Западе делали, делали, но в этот раз получился сбой. Все поняли, что победил Трамп, а вот как теперь все, кто так говорит, просто банят. Юра, и это начало конца. Я всегда говорил, что западная демократия, это временно, просто более долго, чем у нас. Да, ну уж начало конца, так говорят каждый раз, болотная была началом конца. Так вот, послушай, все начало. Нет, начало конца системы западной демократии. Вот как бы уже, раз есть усомнение, они усомнились в том, что их институт правильно работает, а это пиздец всему. То есть дальше будет то же самое, будут узурпировать власть. Но все-таки в математике пределы, они либо строгие, либо не строгие, и все-таки начало конца, это будет прям началом конца. Вот когда начнется вот этот вот интервал конца именно сейчас, я не считаю, что мы прям перешли к конечной фазе демократии, но просто становится очень... Только в Америке. А мне кажется, вот что, господа, мне кажется, что... Ее нельзя просто захватить одним наскоком. Коля, нет, нет. Нет, почему? Эта система формальна, она работает от формальности. По сути, что думали люди, которые вот захватывали Капитолий, что они вот в этот зал зайдут... И власть упадет к ним. Пердуны в костюмах, да, они что-то там нажмут на кнопках, и власть перейдет к Трампу. То есть это же, ну, это же чистой воды формальность, и это всем понятно. Как мне кажется, ну вот люди подумали, мы сейчас захватим, мы заставим их проголосовать, и это что-то изменит. Но ничего же не изменило в итоге, то есть это никак не работает. Ни с точки зрения формальной, ни с точки зрения неформальной. Итак, кого выбрали за вас, тот и побеждает. Типа, а вы можете участвовать в гонке, можете не участвовать, как бы, но... Изменить ее вы не в силах. Я так скажу, некоторые, кто умеют управлять этой гонкой и делать вид, что от вас зависит кое-что, они на самом деле делают эту самую демократию реальной. А когда мы чувствуем, даже я заметил, вот эти самые Капитолий, они же почувствовали, им дали возможность зайти в этот Капитолий, почувствовать, что от них что-то зависит, они вот сейчас могут свернуть, но этот мираж очень быстро растворился. Значит, просто здание, в котором сидят чуваки в пиджаках, ничего не решает. Это ничего не решает. Ну, взяли они это Капитолий. Даже, предположим, они бы ножик приставили ко всем этим, искали голосу и так-то, но это бы ничего, они бы не изменили власть. Хоть там все бы подписали, что Трамп президент, Трамп бы президентом не стал. Это чистой воды формальности. Люди сейчас понимают, что дверь-то у папы Карла, она просто нарисованная. Там нету прохода за ней. Да, слушай, слушай, у меня друг есть, Миша Дворников, возможно, даже он нас смотрит сейчас, я не знаю точно. У него есть концепция, называется президент Микки Маус. И у него как бы концепция такая, что, ну там, в большинстве стран мира сейчас президенты, это карточные совершенно персонажи, и выбор был уже сразу заведомо заранее из карточных персонажей. Там вот, например, Макрон, это Микки Маус. Вот про английскую королеву это не очевидно. Люди забывают, что даже Путина поставили просто на его место. То есть он сейчас уже выглядит как таким человеком, который просто... А на самом-то деле просто Ельцин его поставил, да и все. Ну да. В общем, я действительно тут соглашусь, что нихера вообще не меняется в политике в зависимости от этих выборов. В Америке с Колей соглашусь, это с Юрой соглашусь, с Колей соглашусь, что, как бы, ну вот дел... Ну, сейчас, подожди, нет, это кто сказал, что у нас выборы, как бы, нечестные, потому что не умеют делать честный вид. Я, я, это я. Вот, ну, в общем, идея в том, что спрашивать, вот, когда есть правовой нигилизм уже на стадии выборов, самих прямо выборов, да? То есть, как у нас, не важно, не важно какой формат, открытый будут нажимать на работу, сразу будут выгонять, если голосовал не за того. Закрытый будут заставлять фотографировать бюллетень, приносить на работу, и люди будут это делать. Ну, понятно, да, то есть, как бы, нет никакого, в принципе, решения вопроса фальсификаций. Фальсификации есть, были, есть и будут, и просто, там, когда за Ельцина в 96-м все подделали, еще не было народной движухи. Алексей, ты как моя бабушка говоришь про 96-й год. Вот я последний раз, когда слышал про то, что там все подделали, Ельцин проиграл, мне эта бабушка говорила, она покойница уже. И ты такой, в 96-м, в 96-м подделали все, Ельцин проиграл. И я что в гроб уже положил, типа, все, кто так говорят, закончат гробу. Не, ну ладно, я думаю, что там нахрен все подделали, действительно, честно, потому что я ездил по стране, никто, нахрен, никто не голосовал за Ельцина, я не знаю, откуда они это все нарастили, эти 56%. Не, ну на местах каких-то можно локального какого-то кандидата продвинуть, одномандатники, например, и так далее, но в целом я вообще не понимал, как эта система работает. То есть у нас есть вот, грубо говоря, да, какой-то орган, который подсчитывает бюллетень. Половой, половой. Ну вот, типа, да, половой, он подсчитывает себе бюллетень. И кто, вот я там видел, как они считают, или вот им пришло, например, там, ну не знаю, 2000 бюллетеней, они, вот что им мешает написать, что три? Типа, они могут как будто бы напечатать эти бюллетень, и все эти наблюдатели на выборах, которые следят, они как будто не понимают, что, ну, можно же просто написать другую цифру в итоге. Они как прям следят, чтобы не украли ничего, не вбросили бюллетень, а можно же их и не вбрасывать, можно просто написать в итоге, что их столько-то было. Я даже больше скажу, так и делают обычно, после того, как они закрывают эти участки, тогда и начинается самое веселое. Мы это не видим, а вот они могут поучаствовать в этом. Не-не-не, Коль, Коль, там, у меня есть очень много друзей, которые работают наблюдателями, значит, не получится. И на участке, на котором есть наблюдатель... А, нет, когда закрывается, когда закрывается это все, когда день рабочий заканчивается. Леш, ну это же игра на доверие. На месте наблюдатель может вообще проследить все, что как будет. Потом все это, блядь... Я вот как раз про это говорю, вот после ее. Они считают, и там же могут, там же могут любую цифру на экране написать. А, нет, смотри, сейчас, секунду, я сейчас объясню. Смотри, вот берем район Измайлова. Идет Елены Янчук против, значит, Единороса. Так кто локальные одномандатники? Я про то и говорил, там можно чего-то добиться. Да-да-да, я вот как раз хотел сказать, вот ты прав, что в определенных отдельных местах, где наблюдатель прям сидел вот впаянной жопой в это место, ты не поделаешь. Но наблюдателей на все участки никогда не хватит в силу глубочайшего... Даже если хватит, это же потом все равно пойдет в ЦИК, и они могут вот... Ну, есть все бюллетени на всех участках конкретно, они посчитаны. Но кем посчитаны? Вот мы с тобой видели, Коля их видел, эти бюллетени, нет. Я сам бы рассмотрел, как это происходит, то есть как это делается. Все посчитать, а написать вообще другое, потому что у нас нет доступа к этим бюллетеням. Вот часть из них просто написаны за одного кандидата, они могут, например, дойти до финальных результатов и просто прописаться за другого. Кто мешает? Просто берет чувак и в Excel меняет... Только тогда, ты пойми, что тогда выйдет человек, который был там наблюдателем, и скажут, мы считали, и там другие цифры должны быть. Так нет, 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 нет. Господа, я хочу только вмешаться. У нас, у Алексея осталось 10 минут, и очень хочется нашим зрителям втолкнуть парочку вопросов, прежде чем... Ну ладно, ну ладно, по крайней мере, Юр, в целом, мы как бы, это детали, в целом мы согласны, правовой нигилизм не позволит никогда в России этой системе нормально работать. А в других странах на другом этапе обманывают людей. Я просто хочу сказать, друзья, мы втроем, по-моему, согласны, что в России правовой нигилизм, а в других странах обманывают на другом этапе. Так это все одно и то же, что нигилизм, что... Так это, по сути-то, что нигилизм, что нигилизм... Результат-то одинаковый. А все равно наиболее. Вот давайте закончим. У нас заворачивают убогу. У нас все на уровне, вот это вот, Миша, все хуйня, давай по новой, блядь. Но на Западе-то тоже не могут нормально заворачивать. Вот эта ситуация с Трампом. По сути... Все понятно, все понятно уже, что это везде вообще... Это не очень работает. Ну что такое демократия? Слушай, смотри, это не устойчивое положение. Если какая-то партия получает серьезную власть, она делает все, чтобы противоположная партия не получила власть, получила вместо этого вот такой шершавы. Короче, люди по всему миру понимают, что даже имея избирательное право, не они на самом деле выбирают президента. Да-да-да, все верно. Все, на этом, я думаю, что на этом этот голосовательный вопрос закончим.